МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С экономики начинается все. Новый глава Рязани дал первое интервью журналистам. Виртуальная жизнь в безопасности. Сегодня Международный день защиты персональных данных. В Рязанской городской думе сегодня состоялось избрание главы муниципального образования. Напомним, прежний глава Рязани Андрей Кашаев ушел по собственному желанию, сохранив за собой полномочия депутата. Свою решение он объяснил желанием заниматься научной работой. Это намерение он будет реализовывать в должности руководителя Рязанского института развития образования. Оксана Тебенихина подробнее. Первый вопрос в повестке дня на очередном заседании Гордумы был посвящен избранию главы муниципального образования, председателя Рязанской городской думы. Представители трех фракций Единой России, КПРФ и ЛДПР выдвинули свои кандидатуры на эту должность. Таким образом, в бюллетенях числилось три имени. От партии Единой России Владислав Фролов, от КПРФ Петр Полинок, от ЛДПР Антон Князев. Для проведения тайного голосования депутатами была назначена счетная комиссия, в состав которой, как водится, входили представители всех фракций. Число голосов уходов за каждого кандидата и против всех кандидатов. Князь Франтуна Александровича, 2, Полинок, от ЛДПР, 24, Владислав Фролов, Владислав Викторовича, 32. Таким образом, на должность главы муниципального образования и председателя Рязанской городской думы был избран Владислав Фролов. Новоизбранному главе города вручили должностной знак в виде золотой цепи, и после чего он произнес клятву и официально вступил в должность. Владислав Фролов поблагодарил депутатов за оказанное доверие. В нашей городской думе сегодня очень сильный состав. И нам по силам решить все наболевшие хозяйственные и социальные вопросы города. Огромное вам спасибо. И я буду работать на благо Рязани и рязанцев. Спасибо. По окончанию заседания Владислав Фролов впервые выступил перед представителями рязанских СМИ в качестве главы города. Он озвучил первоочередные задачи и планы. Рассказал, с чего начнет, приступив к должностным обязанностям. Уже обсудили с коллегами основные вопросы, касающиеся экономического состояния, бюджета города. И, на мой взгляд, с экономики начинается все. И вот на этот аспект нашей работы мы в первую очередь направим свое внимание. Сейчас, конечно, не без внимания для остальных вопросов. Владислав Фролов родился в 1978 году в Рязани. В 2000 году окончил Рязанский государственный педагогический университет имени Есенина по специальности физической культуры и спорт. Квалификация преподаватель физкультуры и спорта. В 2009 году окончил Московскую академию экономики и права по специальности финансы и кредит. Квалификация экономиста. Свою судьбу Фролов связал со спортивной специализацией. В 2005 году работал директором специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва «Олимпийц». С 2005 года по настоящее время является директором детско-юношеской спортивной школы Дворца спорта «Олимпийский». Теперь Фролову предстоит покинуть посты директора спорткомплекса и председателя комитета по собственности и сосредоточить все внимание на обязанностях главы города. Владислав Фролов пообещал работать на благо Рязани и рязанцев и руководствоваться исключительно демократическими принципами. Рязанская областная дума сократит свой бюджет на 10%. О поручении пересмотреть смету расходов сообщил на заседании регионального парламента в среду 27 января его председатель Аркадий Фомин. Подробнее в следующем материале. Внесение изменений в статью номер 7 закона Рязанской области о статусе депутата Рязанской областной думы было принято единогласно. Теперь осуществлять свою деятельность на профессиональной постоянной основе и, соответственно, получать зарплату из областного бюджета смогут не 14, как это было раньше, а 12 депутатов. Фракция партии «Единая Россия» в Рязанской областной думе вышла с соответствующей законодательной инициативой и предлагает сократить число депутатов областной думы, имеющих право осуществлять свою деятельность на профессиональной постоянной основе с 14 до 12. Данные изменения позволят сэкономить более 4 миллионов рублей. И сегодня же депутаты утвердили кандидатуру для включения в состав региональной общественной палаты в связи с досрочным прекращением своих полномочий двух членов общественной палаты. Напомню, Елена Митина стала депутатом Государственной думы, а Александр Костров перешел на государственную гражданскую службу. Учитывая результаты проведенных консультаций, мы проводили консультации с общественными объединениями, объединениями некоммерческих организаций, также высшими учебными заведениями, творческими союзами и рекомендациями депутатов областной думы. И на основании статьи 7 комитет рекомендует депутатам областной думы предложить для включения в состав общественной палаты следующие кандидатуры. Бархансков Игорь Владимирович, заместитель председателя Совета Рязанского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов боевого братства, Исаков Сергей Алексеевич, профессор кафедры дерматоминерологии Рязанского государства Медицинского университета имени Павлова. Депутаты свой выбор сделали, теперь очередь за самими кандидатами. В случае согласия Игорь Бархансков и Сергей Исаков будут представлять наряду с 10 другими членами законодательное собрание в региональной общественной палате. По сравнению с 2005 годом ввод жилых домов в области увеличился более чем в два раза. Рост жилищного строительства за последние десятилетия в значительной мере поддержал ипотечное кредитование. Свою роль сыграли меры государственной поддержки, приобретения и строительства жилья. В перспективах жилищного строительства в регионе разбиралась Анна Герцовская. В Рязанской областной думе состоялось заседание, на котором депутаты обсудили состояние и перспективы жилищного строительства. Тема рассматривалась в рамках правительственного часа. Перед собравшимися выступил заместитель министра строительного комплекса региона Сергей Семенов. В 2015 году достигнут наибольшие за последние 20 лет объем строительства жилья на душу населения. Это 0,6 квадратных метров на именно такой показатель. Очень активно в Рязанской области развивается малоэтажное строительство. Ее доля тоже за 10 лет увеличилась в 2,3 раза. Строительство объектов жилья с привлечением средств граждан на территории Рязанской области оселяет 100 застройщиков. На долю 10 наиболее крупных застройщиков приходится 40% объемов незавершенного строительства. То есть конкурентная среда достаточно большая. С силами рязанских застройщиков в 2013-2015 году построено 95 многоквартирных жилых домов. В ходе правительственного часа законодатели интересовались темпами реализации на территории программы переселения граждан из аварийного жилья, количеством льготных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством, которые улучшили свои жилищные условия проблемами, стоящими сегодня перед отраслью. Тема коснулась также и следующего вопроса. Наша резидентская область выпускает весь спектр строительных материалов. Весь спектр. Но почему-то с других регионов завозят и кирпич, и железобетонные изделия. В других регионах нет такого. Тоже с этим вопросом надо как-то бороться. К сожалению, на качество работы иногда влияют строительные материалы. И сейчас отменили обязательную сертификацию строительной продукции в Российской Федерации. И в Рязанскую область лезет такие материалы, которые просто нельзя применять. Но в связи с тем, что сертификации нет, и СРО здесь не может сделать. Поэтому там тоже это вскрыли. И все-таки планируют возобновить обязательную сертификацию строительной продукции. Это существенно увеличили и долю наших рязанских объемов. Потому что у нас все промышленные предприятия, которые выпускают строительные материалы, они все практически провели техперевооружение. Кроме того, в Рязанском регионе за 10 лет было построено 11 предприятий по производству строительных материалов. Еще два завода планируется построить в этом году. Среди прочих вопросов на заседании было высказано мнение об усилении ответственности саморегулируемой организации в строительстве в части поддержки строительных организаций в непростых экономических условиях – защиты интересов покупателей жилья. Для этого, по мнению Сергея Семенова, следует более подробно изучить вопрос в случае необходимости подготовить корректировки в законодательство. Обидно, когда начавшийся, как обычно, день омрачает преступление. Еще печально, если на протяжении длительного времени от посягательств насильника страдает маленький ребенок, и об этом знают его мама и бабушка. С таким непростым случаем недавно столкнулись рязанские следователи. За минувший 2015 год в регионе зафиксировано более 10 тысяч преступлений. В криминальные сводки попали не только социальные личности, но и люди, довольно известные и до определенного времени уважаемые. О том, что еще обсуждали на расширенном заседании коллегии, расскажет Олеся Харлина. Тяжких преступлений стало больше, количество изнасилований уменьшилось. Криминальная статистика то и дело выстраивает новую кривую. Рязанские следователи ставят рекорды в раскрываемости убийств. Однако отдельные показатели все же необходимо подтянуть, отметил на расширенном заседании коллегии Владимир Махлейт. Тем более, что оснащение бюро судебно-медицинской экспертизы позволяет максимально сократить время, которое тратится на поимку преступников и доказательство их вины. В течение трех лет было закуплено современное оборудование для проведения гистологических исследований. Это был своеобразный прорыв в нашей практике. Теперь причина смерти, когда она неочевидна, определяется в считанные дни. А если нужно, то в течение 15 минут. А это значит, что мы можем работать целенаправленно, практически сразу после совершения преступления, и это дает результат. На особым контроле по-прежнему находится расследование преступлений против несовершеннолетних. В 2015-м таких уголовных дел набралось 123. Самым резонансным стал случай с 4-летней девочкой, когда отчим 2 года практически на глазах матери и бабушки развлекался с ребенком. В итоге девочку изъяли из семьи, а преступник получил 16 лет лишения свободы. Отдельную нишу заняли дела коррупционной направленности. Большой общественный резонанс вызвали истории с участием бывшего руководителя УФСКН по Рязанской области Игоря Туровского и экс-заместителя руководителя УФНС Алексея Новикова. Следственный комитет стал, в общем-то, частью нашей жизни, без которой мы себе уже не представляем, как можно вот в этой цепочке работы правоохранительных органов быть без Следственного комитета. Для меня, как губернатора, очень важно, что ваша работа помогает восстанавливать законность в самых разных сферах, укрепляет веру людей, справедливость и равенство всех перед законом, способствует улучшению социального самочувствия граждан, сохранению стабильности в регионе. По традиции были отмечены и награждены наиболее отличившиеся сотрудники управления, а также журналисты, рассказывающие о следователях и криминалистах в своих статьях и сюжетах. Диплом за тесное сотрудничество получила и наша телекомпания «Город». Главное разочарование этой зимы. Областной центр утопает в снегах и сугробах. Сейчас с уверенностью можно сказать, многих рязанских дорог просто не касалась лопата снегоуборщика. В интернете гневный комментарий автомобилистов, которые лучше не зачитывать. Синоптики не исключают новые осадки, но эти прогнозы скорее выглядят как угрозы. Хоть дорожники и успокаивают, техника, как всегда, приведена в повышенную готовность. Выходя из маршрутки, я попала в сугроб. Расчищая дороги, снег сбрасывают на обочины и не убирают. Конечно, это доставляет людям неудобства. Наверное, надо обучиться навыкам альпинизма и преодолевать снежные залежи для того, чтобы сесть в общественный транспорт. А ведь перебираясь через такие сугробы снега на остановке, можно упасть. Были случаи, когда люди чуть не попадали под колеса автомобиля. И проблема никак не решается. Осенью на сайте администрации была информация о том, что к обслуживанию дорог в зимнее время подготовлено 109 единиц спецтехники. А город будут обслуживать 185 рабочих, обеспеченных всем необходимым инвентарем. Также, помимо этого, в соответствии с правилами благоустройства города, собственники, владельцы и пользователи зданий, сооружений и строений обязаны очищать от снега и наледи прилегающие территории, а также обрабатывать их средствами от скольжения. Но, несмотря на это, сугробы с дорог не исчезают, а недовольство горожан растет. И в транспорт неудобно заходить, и вообще проезжая часть меньше становится, не проедешь нигде. Мне вообще не нравится, как убирают. Подкнешься и носом, то как же, ноги поломаешь. Это не первый раз. На остановку выходишь из троллейбуса и не знаешь, как встать куда. Вот именно очень неудобно, очень. Смотря как остановится. Иногда останавливается прямо на сугроб, и пройти нельзя, потому что вот троллейбус, вот сугроб. Проверки по очистке территории проводятся. Префектурами районов Рязани ведется работа с предприятиями и организациями о закреплении за ними прилегающей территории для уборки снега. Но нарушения все равно есть, и даже штрафы не пугают. Рязанцам остается только разводить руками. И все же, если вас беспокоит проблема расчистки тротуаров от снега, можно обратиться в Управление благоустройства города по телефону 25 23 30. Правда, убирать снег не придется, если он, например, растает. На смену морозам в центральный регион приходит аномально теплая погода. Синоптики и, видимо, коммунальные службы тоже ждут резкого потепления. Подробнее о капризах погоды Наталья Новикова. По климату последние пятидневки января – самое холодное в году. Среднесуточная температура воздуха обычно составляет минус 10 градусов. Но так случается не всегда. Январь 2016 года становится исключением. После продолжительного периода морозной погоды он завершится резким потеплением. На пике зимы наступит ранняя весна. В выходные в нашем городе температура днем повысится до плюс 1-3 градусов. Да и ночью в оставшиеся до конца месяца дни температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки. Погода будет пасмурной, сырой, ветреной и очень теплой. Отепли в нашем регионе в конце января с максимальной температурой более плюс 2 градусов – довольно редкое явление. Оно наблюдается один раз в 6-7 лет. С 1948 до 2015 года было отмечено всего 10 таких случаев. В 1989 и 1995 годах период с оттепелью в последних числах месяца продолжался трое суток. Посмотрим, возможно, в этом году установится рекорд и по длительности теплой погоды. И в любом случае порадуемся вот такому вот внеплановому вторжению почти настоящей весны. Сегодня отмечают Международный день защиты персональных данных. Праздник был учрежден для того, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь. Современные технические приспособления, социальные сети, всевозможные гаджеты. В век информационных технологий ни в коем случае нельзя терять бдительность. Ведь даже приобретая новый смартфон, мы не сможем воспользоваться им, не введя в него свои персональные данные, имя, фамилию, электронную почту. Некоторые девайсы даже считывают отпечатки пальцев. Решение отмечать эту дату было принято 26 апреля 2006 года комитетом министров Совета Европы. В некоторых странах этот праздник называется Днем конфиденциальности. Конвенция о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных, который определил механизмы защиты прав человека на неприкосновенность его личной жизни. Основными принципами обработки и защиты персональных данных, предлагаемыми Конвенцией, стали добросовестность и законность получения и обработки персональных данных, их хранение для определенных целей и использование их лишь законным способом. Защита персональных данных должна осуществляться с применением соответствующих мер безопасности. что делает невозможным случайное или несанкционированное уничтожение или случайную потерю, а также предотвращает несанкционированный доступ, модификацию и распространение персональных данных. В связи со стремительным развитием информационной и телекоммуникационной сферы, с внедрением новых технологий, распространением инновационных, глобализационных и интегрированных процессов, международное сообщество пришло к выводу, что конвенция должна оставаться простым, кратким и технологически нейтральным инструментом, в то же время признавая новые характеристики современных и будущих технологий. Дальнейшее развитие предполагается в концепции предоставления согласия на обработку персональных данных. О защите персональных данных смотрите интервью с руководителем регионального Роскомнадзора в программе подробности сразу после выпуска новостей. Это все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения вечера. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Субтитры создавал DimaTorzok